Здравствуйте! Я, кстати, больше работала на материалах Пермского края, если посмотреть. И для меня я пришла к изучению звериного стиля на третьем курсе, когда у нас в университете на кафедре началась специализация. И, собственно, из дипломной работы, которая защитила по образу хищника в зверином стиле, затем уже вышла я и дальше в своей профессиональной деятельности. И на сегодняшний день я постаралась собрать все изображения в зверином стиле. Я не буду оперировать терминами «пермский» и «непермский». И, собственно, я познакомлю вас, что найдено по этой теме на нашей территории. Это Северная Приуралья, Европейский Северо-Восток, современная территория Республики Куми. Ну, как кому больше нравится. Итак, чтобы иметь представление, о какой территории я говорю, я вам демонстрирую эту карту. Поможете посмотреть соотношение наших территорий с городом Пермь. Я хочу начать с истории изучения. В общем-то, про хронологию истории изучения вчера уже сказали. И у нас тоже выделяется, как и раньше считала Оксана, что было два основных периода. Первые находки относятся к середине XIX века. И первый период продолжаем где-то до середины XX века. Это случайные эпизодические сборы. И я проиллюстрирую историю изучения раннюю на примерах кладов. Итак, самые ранние находки были сделаны в 1852 году на нашей территории с экспедицией с целью поиска перехода от рек Печор на Обь был Павел Иванович Крузенштерн. Извините, я не упомянула еще, что первые сборы, как правило, клады, они уходили за пределы региона. И сейчас находятся в центральных музеях страны ГИМ, Государственный Эрминтаж, Консткамера. Часть предметов и за пределами страны находятся. В частности, вот этот сбор Крузенштерна, он находится в Тарту в музее. И часть вещей, к сожалению, к нам дошли только в публикациях. Вообще Крузенштерн привез много предметов, среди которых были и стрелы, металлические и каменные. Ну и вот ряд предметов, выполненных в зверином стиле. Хронологически они тоже к разным периодам относятся. Так, следующий клад, с которым я хочу вас познакомить, он был найден в бассейне реки Печора в окрестностях деревни Лусоплеск и Щугар. Михаил Константинович Сидоров по просьбе Эдуарда Ивановича Эйхвальда собирал мест по своим интересам. Он был русский промышленник и по своим интересам ездил. И вот собирал древности. Вот, ему в окрестностях деревни Лусоплеск удалось у местных жителей собрать 12 плакеток бронзовых. И медведь в нижнем углу находится, он тоже в окрестностях деревни Щугар был найден. Но условия находки неизвестны. И вот как раз это та категория вещей, которая дошла к нам только по публикациям. Следующий слайд, пожалуйста. Они были опубликованы, ну полностью этот клад, оспеленным. В Азла-Сифе Новгородских древностей, 1877 года. Унинский клад. Ну, клад достаточно известный. Он был найден в 1884 году в верховьях реки Печора, Чертымского уезда. Ныне это Троицко-Печорский район, республика Коми. В литературе известны они как Унинский клад. И вот в фондах Чертымского музея хранится документ «Дело Чертымской уездной земской управы. Сибиро-Уральской выставки устраиваем в Екатеринбурге в 1887 году». И согласно этому документу, наследники Чертымского кубца Семена Андреевича Алина из города Чердынь передали старинные вещи, среди которых были украшения с изображениями различных животных и птиц. 20 штук. Вещи эти были получены Алиным от крестьяна деревни Устюни Назара Тимофеевича Собянина. А им были найдены в числе прочих на берегу реки Печора. Что здесь интересно? Документ говорит о том, что было найдено около пудовищей. Часть увез какой-то неизвестный исследователь. И часть вот как раз была передана на выставку. Затем эти вещи попали в ныне Свердловский краеведческий музей. И в 1961 году по просьбе уже директора музея Коми Республиканского, ныне это Национальный музей Республики Коми, 11 вещей клада перешли на наше хранение. Национальный музей Республики Коми. Вообще эти вещи многократно публиковались. Наиболее полное описание Григорий Михайлович Буров им дал. И он считает унинский клад как раз эталонным для выделения нашего местного, для европейского Северо-Востока, печорского звериного стиля. Можно следующий слайд? Ну, что в полном объеме из себя клад представляет, сказать сейчас сложно. Но вот по работам Спицына, Анучина, Шмидта, сегодня к нему можно относить в целом 19 вещей. Ну, то, что вы видели на предыдущем слайде. И вот эти. Ухтинский клад, вещи тоже очень известные. Он был найден в 19 веке в бассейне реки Ухта. Ну, что с ним интересно, он находится в собраниях двух музеев, рассосредоточен. Часть клада поступила в собрание государственного эрмитажа, а вторая часть находок находится в государственном историческом музее. И в собрание государственного эрмитажа эти плакетки поступили из музея этнографии народов СССР, РЭМ, ныне. Оттуда они до этого были переданы археологической комиссией. Следующий слайд, пожалуйста. Другая часть кладок, которая хранится в гимн, происходит из коллекции Щукина. И, как пишет Дмитрий Николаевич Анлучин, они были приобретены владельцем по случаю и доставлены откуда-то с Печоры. Ну, традиционная датировка этих вещей, вторая половина первого тысячелетия. Следующий слайд, пожалуйста. В 1929-30 годах отрядом геологов под Черемский клад был найден клад закопанных землями вещей. Вы видите, что он очень неоднородный. Клад состоял из 72 предметов, 25 из которых с изображением людей, животных и птиц. Подробно описал клад Василий Алексеевич Городцов в своей работе, опубликованной в советской археологии. После чего передал клад на хранение в государственный эрмитаж. Предметы звериного стиля, представленные здесь, они очень разнообразны. Хорошее описание места находки позволяет назвать этот клад кладом в классическом его понимании. Но единственное время формирования этого клада, конечно, сказать мы точно не можем. Потому что вещи разновременные здесь. С 20-х годов 20-го века, благодаря деятельности нашего местного первого археолога Алексея Семеновича Сидорова, начали формироваться коллекции и в регионе. Это были в основном тоже случайные сборы у местных жителей. И вот в 60-х годах 20-го века начинается планомерное исследование памятников археологами. Тогда коми-филиала Академии наук СССР, сейчас это коми-наушный центр Ураран. Ну и получается он продолжается по сей день. И вот благодаря этому были сформированы значительные коллекции. Сейчас у нас три крупных собрания археологических коллекций. Это Сыктывкарский государственный университет, Национальный музей Республики Коми и Научный музей археологии Европейского Северо-Востока, Коми-научного центра. Ну, соответственно, предметы звериного стиля в их собраниях присутствуют. Так, ну, находят предметы звериного стиля на различных памятниках, поселениях, святилищах, могильниках. Это по функционалу разные вещи, это и украшения, предметы вооружения, культовые плакетки. Выполнены они в основном из медисодержащих сплавов в технике одностороннего и двустороннего литья. Итак, попытаемся, чтобы у вас как-то, да, зрительно сложилось, по хронологии пройтись. Вот перед вами самые ранние находки звериного стиля на нашей территории. Это вещи с поселения Барганьоли 1 и 2, дата их 8-6 века до нашей эры. Это бляшка личина. Ну, сами это видите. А второй предмет очень интересный. Его интерпретировала Лидия Ивановна Ашифмина. Она видит в нем модель древожизни, где ствол ползущих зверей и кроны, состоящие из двух уровней, человеческой личины и полумесяца. На территории Европейского Северо-Востока большинство находок звериного стиля имеют параллели в древностях Прикамья. И, возможно, они связаны с своим происхождением с территорией Ананинского металлургического очага. Следующий, покажите, пожалуйста, слайд. Ну, и очень этот момент иллюстрирует находки шаховского могильника. Здесь у нас и зеркала с граффити. Вы видите здесь изображения медведя. Это сложные, многоурованные композиции, которые в последующей эпохе получают большое распространение. Литые украшения в виде фигурок. Это все шаховской могильник в виде фигурок хищных животных, птиц. Навершие кинжалов в виде таких фигур медведей. Колчаный зооморфный крючок. Ну и так дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, конечно, подлинными такими шедеврами искусства Ананинского времени считаются вот эти вот случайные находки. Бронзовые секиры с навершием втулки и обухом в виде голов грифонов 6-5 веков до нашей эры. Клевец с навершием, это вверху под номером 1, тоже с навершием в виде головы хищной птицы. Ну вот секиры подобные, нижние, тоже это все случайные находки, к сожалению. Вот в бассейне Вычек до секира была найдена, в деревне Слудка. Их относят к топорам так называемого пинежского типа. Аналогии есть на территории Фермского края, Удмуртии и Архангельской области. Следующий, пожалуйста, слайд. Для Ананинского искусства характерны и изображения сцены Терзания. Ну, у нас вот, например, только вот эта подвеска. Она найдена на поселении ВИЗ-4, это раскопка Леонора Анатольевны Савельевой. Так, ну, в целом, вы видите, что ананинский стиль, он характеризуется преобладанием образа хищника, волка, медведя, хищной птицы. Ну, видимо, это какие-то символы воинственности, власти. Ну, вот топоры, допустим, эти, как у деревни Слудка, что это тоже такие вот, Берлин считает, что их надевали на такие длинные жезлы, и они вот были символом власти военной верхушки. В меньшей степени, ну, что касается нашей территории, присутствуют антропоморфные изображения и вот сложные трехуровневые композиции. На рубеже V-IV веков до нашей эры происходит резкая трансформация ананинского металлургического очага, и она выразилась, понятно, что в исчезновении некоторых характерных типов оружия, предметов быта, изделий, ну, и, в частности, предметов, выполненных в зверином стиле. К третьему веку до нашей эры завершается функционирование ананинской культурной общности в Прикамье, и на ее место формируются новые культурные образования. Следующий, пожалуйста, слайд. Последующая Гляденовская эпоха. Второй век до нашей эры, первая половина первого десятилетия нашей эры. Следующий слайд можно. В сложении культур на Европейском Северо-Востоке принимали участие выходцы из Прикамьи, из Уралия. Искусство зериного стиля этого времени, несомненно, испытывало на себе влияние вот этих мощных культур, но и имело свои уже такие более местные особенности. В основном они представлены изображениями на бронзовых литых плоских предметах с низким ревлефом. Так визуально выделяется несколько таких основных сюжетных направлений. Первое направление – это антропоморфное, где образом центральным является человек. В антропоморф можно выделить тоже два таких подгруппы. Это изображение личины. Здесь вы видите вещи с Соблевского клада, из коллекции Крузенштерна, а также из датированных комплексов, из археологических раскопок. В основном это такие трехрогие личины. Некоторые усложнены тем, что их рога выполнены в виде голов животных. Следующий слайд. Следующая группа – это фигуры, где полные изображены. Итак, здесь у нас представлена такая стилизованная очень пластика Адагской пещеры. Антропоморфные образы усложняются орнитоморфными. Под номером 7 и 8 мы видим такие головные уборы на фигурах человеческих в виде голов хищных птиц. Где-то это проявляется в виде изображения рук в виде крыльев. Ну, тоже вот под номером 13 вещь очень известная. Это наш чиньеворок. По-моему, на ветлуге где-то аналогии есть. Ну, всеми любимое орнитоморфное такое направление. На территории Европейского Северо-Востока представлено оно изображениями хищных птиц. И большая часть из них – это хищные птицы со стилизованной личиной на груди. Ну, это вещи из состава Кайноворского. Вы выше видели Унинского клада. Это направление животное. Хищников у нас, в общем-то, не так много. Это медведи, хищные пушные зверьки. Опять же, Адагская пещера, мелкая пластика, объемная. Под номером 3 и 4 это Калинское пещерное святилище и случайная находка из Лусть-Вуми. Но вот этот вот сюжет, где на тулове животного изображены человеческие личины, он имеет аналогии и на предмете со святилища Успалуй, где нижний уровень, там тоже медведь с антропоморфными фигурами. И на территории Хантмансийского автономного округа, на Никсимволе. Ну, и под номером 5 тоже, наверное, не надо это изображение представлять. У вас, на вашей территории, есть аналогия ей, и она из состава Успалуйского. Подробную расшифровку этому изображению Елена Ивановна Аяти выдавала. И нижний медведь, так в позе роженицы, так его назовем, тоже аналогия есть на территории Хантмансийского автономного округа. Следующий слайд. Ну, и самая многочисленная категория изображений – это лоси. Конечно, это унинский клад и кайновожский. Ну, может, кто-то поспорит по датировке кайновожского клада, лосей кайновожского клада. Датировку ему дали довольно большую. Всем временем бытования вот печерского звериного стиля. Это со II по VIII век нашей эры. Но я на сегодняшнем этапе все-таки по стилизации их отнесла к кайновскому времени. Изображения ящеров у нас немногочисленные. Даже это не ящеры, а вот такие вот лягушечки. Также лоси присутствуют в составе многофигурных композиций. Вот по номерам 18, пожигдина 2, такая подвесочка. Следующий, пожалуйста. Ну, как вы видите, что среди культово-металлической пластики гляденовского времени отсутствуют предметы вооружения с изображением хищных животных. Преобладают образы, начинают преобладать образы лося, человека и парящей птицы. И следующий период, в Средневековье у нас начинается, происходит расцвет звериного стиля, который выражен в разнообразии образов и сюжетов. И в лесной полосе приуралия формируется искусство звериного стиля, в основу которого легли как местные сюжетные традиции предшествующего времени, так и предметы или мотивы, привнесенные на эту территорию в результате миграционных процессов в середине первого тысячелетия нашей эры. И как раз вот о последнем. Следующий слайд, пожалуйста. Перед вами предметы распространения, которых связано как раз вот с миграционными процессами великого переселения народов и появлением на территории Европейского Северо-Востока нового типа погребальных памятников, захоронений под курганными насыпями, оставленных, по мнению исследователей, группами кочевников, которые пришли на нашу территорию через Прикамья. И одна из точек зрения, что исходна территория обитания, в которых определяются лесостепные просторы Западной Сибири. Здесь в обширном количестве присутствуют изображения объемных фигурок медведей, крылатых псов, утколосей, лошадей, немного предметов вооружения, вот такие вот навершия, то ли шильев, то ли каких-то ножей в виде фигуры, в данном случае в виде фигуры медведя и росомахи. Так, и фигурки лошадей вот тоже находят у нас как в могильниках, и на поселенческих памятниках тоже они встречаются. Следующий слайд, пожалуйста. А, может не совсем к теме относятся, но очень хочется похвастаться. Это наш весельский могильник, самый богатый среди захоронений под курганными насыпями. Эти вещи во время раскопок были найдены экспедиции Леонора Анатольевна Савельева в 1974 году, и они были переданы в государственный эрмитаж. И вот здесь была найдена серебряная чаша для вина в виде головы быка и чаша эскапа с ручкой в виде фигуры медведя. Аналогии у этих вещей прямых нет. Это действительно очень уникальные вещи с нашей территории. Конечно, со санитским ираном связана чаша. Параллельно вышеописанному типу изделий бытует группа предметов звериного стиля, представленная преимущественно бронзовыми культовыми пластинами, которые продолжают приуральские изобразительные традиции предшествующих эпох. Как и в прежние времена, наибольшая концентрация их наблюдается от Верхней Вычигды вдоль Урала и по Печоре из большеземельских тундр. В частности, перед вами фигурки лосей из материалов-раскопов Хейбедя-Пыдарского жертвенного места. Это большеземельская тундра. Лоси являются наиболее распространенным типом изображений. В данном случае здесь внутри два можно выделить. Это статичные фигуры лосей без человеческой личины. И группа лосей с человеческой личиной, то есть где голова лося выполнена в виде головного убора. Давайте дальше. Что касается вещей еще Хейбедя-Пыдарского жертвенного места, на мой взгляд, Григорий Михайлович Буров справедливо проводил аналогии с унинским кладом. И, собственно, вот эти вещи Хейбедя-Пыдар и считал таким поздним этапом развития печорского звериного стиля. Расцвет сюжетной линии изображений лося, человека лося, демонстрирует изделие ухтинского клада. Но здесь на данном слайде не только ухтинский клад. Это пластины с каноническим, для раннесредневековой культовой металлической пластики из северного приуралия изображением крылатого лося человека, стоящего на спине ящера. И отливки эти не обработаны. И, как говорила Елена Ивановна, и говорит Аятева, они относятся к категории дарственных пластин, которые преподносились первопредку при совершении культового обряда. И близкие ухтинским образкам пластины есть у нас из раскопок. Вячеслава Ильича Каневца, это номер 30, 31, тоже схожи по сюжету. Ну, аналогии есть и при камне, но вот что касается ухтинского клада, вот самые близкие, это, конечно, ваш пешковский клад. Следующий слайд, пожалуйста. Часть антропоморфного направления это личины. Наиболее яркие из них это вот бронзовая пляха под номером 1. Она найдена у деревни Хабариха. Это случайная находка. Хранится в государственном эрмитаже. Ну, она такая в виде стилизованной маски, увенчанная тремя высокими рогами в виде голов животных, которые, в свою очередь, еще и заканчиваются головами птиц. И вот эти тоже очень яркие находки личины ухтинского клада. Дарственные пластины, да, говорят, что они, поверхность их не обрабатывалась. Но в данном случае вот личины, у них все-таки отшлифована поверхность была. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, это вот тоже изображение ящеров, представители нижнего мира в сложных многофигурных композициях. И отдельно, также у нас вот из животных присутствуют изображения оленей, пушные зверьки, но это все вот хейбедепы дастское жертвенное место, большеземельское тундра. И ниже здесь вы видите вещи вот из ухтинского и почеремского кладов, отчинский могильник. Ну, они вообще очень разнообразны. И всего три хищные птицы, на груди которой есть личина. Личина иная, чем исполнение личины, иное, чем это было в раннем железном веке. Шмидт, он вот эти элементы, сердцевидная форма личины, ее более реалистичное исполнение, вот эту деталь он выделил как характерную для периода расцвета звериного стиля, для VI-VIII веков нашей эры. И что касается тоже, какая разница между орнитоморфными изображениями раннего железного века, то в данном случае здесь уже по большей части украшения, а не просто культовые подвески, которые имеют и петли для пришивания и подвешивания. Ну, и по просьбе Натальи, следующий слайд, пожалуйста. Одна из самых известных, наверное, на находок на нашей территории с использованием образов животных – это бронзовое кольцо, на котором в литературе известно как древнепромысловый календарь. Известны они не только, даже, может, не больше в литературе, а благодаря вот этому направлению брендирования. Я знаю, что здесь эта вещь очень известна, но найдена она на берегу реки Вычигда близ села Старожевск в Калькировском районе республики Коми. В руки ученым она попала в 1975 году. Клим Степанович Королев работал с экспедицией в окрестностях этого села, и местные жители ему эту вещь передали. К счастью, мне удалось поговорить с Клим Степановичем, к сожалению, в прошлом году его не стало. Он сказал, что на место, где была найдена находка местными жителями, они свозили, они место это осматривали. Но там место такое, что река Вычигда очень сильно интенсивно съедает берег. И культурного слоя на этом месте обнаружено не было. Скорее всего, если там что-то и было, река просто эту территорию уничтожила. Что касается интерпретации этого, перед вами, кстати, оригинал. Его вообще мало кто видел, потому что, как правило, на фотографии везде вот эти копии. Первую копию из календаря, кстати, сделал наш художник Кублицкий. И все остальные копии, которые распространяются, это копии из его копии. из его очень качественной копии. Он в свое время просто для Национального музея, тогда Республиканского, Краевического, эту вещь копировал. Так, ну, давайте дальше. Обратите внимание на сохранность, просто потом я к ней вернусь, наверное. Первое, конечно, право первой публикации было у Клина Степановича Королева в археологических открытиях. А первую интерпретацию дал Николай Дмитриевич Конаков, это этнограф. Он определил эту вещь, как древнепромысловый календарь. Отчет этого календарь, основанный на основных биологических циклах животных. Сначала в первую публикацию он делил на биологические циклы и на сезоны охоты, то есть две фазы, да, были такие на календаре. А потом уже вот в более поздней публикации, если я его правильно понимаю, ну, только акцентируют на биологических ритмах животных. Итак, на календаре присутствует два солярных знака. Получается, вот в верхней части, это день весеннего равноденствия, в нижней части день осеннего равноденствия. Год начинался с 21 марта, но не именно отчет идет, как многие думают, вот от этого солярного знака. Отчет идет от значка, вот этого под номером 3, который располагается над фигурой медведя. Каждая риска на внешней стороне или насечка. Одна насечка равняется 4 дням, то есть такая своего рода 4-дневная неделя. Насечки на внутренней стороне календаря, по мнению Конакова, имели просто декоративную какую-то функцию. И я не буду перечислять все месяцы, но они и известны, и благодаря работе Камби тоже. Месяцы и по ранней публикации Конакова у нас на основе, вот первый получается левее, вот здесь основан календарь на биологических циклах животных. А отсчет времени все время забывая шел против часовой стрелки, календарь солнечный. И если здесь имеет значение, да, отел, гон животных, миграции с детенышами, по первой части календаря отмечено, то во второй, со временем лося, уже начинается у нас охотничий сезон. Охотничий сезон делится на охоту на боровую дичь, затем он переходит на пушную охоту, которая у нас символизирует выдра и лисица. И вот Конаков пишет, что вот эта вот насечка и вот этот вот знак продолговатый на дне, на хвосте, а переплетение вот этих вот хвостов символизирует продолжение охоты, а насечка символизирует зимнего солнцестояния, день. В общем-то, как и Конаков, и следующий интерпретатор, про которого я скажу, они считают, что все-таки чтение календаря было привилегией такого жрецов, что не всем было доступно. И если простые такие, смертные люди могли еще по животным как-то определять, то вот именно вот этот вот числовой код считать по вот этим насечкам могли только люди особого сословия. Дальше, пожалуйста. Это интерпретация археолога, изначально палеолитчика из Новосибирска Виталия Епифановича Ларчева. Он, в общем-то, в чем-то интерпретацию Конакова опроверг, в чем-то он ее развил, но у него с точки зрения астрономический подход к календарю он считает лунным. Он считает неверно, что Конаков не учел вот эти вот внутренние риски на календаре. Каждой насечке Ларичев придает значение одних суток. Вы понимаете, даже мне сложно объяснить его точку зрения. И он посчитал, что все насечки на внешней стороне календаря, их там 89, они равняются осеннему и лунному циклу. Плюс он прибавляет 78 насечек внутреннего календаря, 10 насечек вот этого вот знака, который у Конаков в день весеннего равноденствия, и выходит на цифру 177, что является половиной года. и два хода по календарю, то есть ход по внешней стороне, по внутренней, по 10 насечкам выходим мы на календарный год. Но несложно посчитать, что у нас собственно не хватает суток для полного календарного года. И поэтому он находит еще один знак, вот этот вот, который у Конакова символизирует день осеннего равноденствия, который получается прибавляется и выходим мы на полный календарный год. Отсчет следует начинать по нему вот здесь вот над лисицей, ну собственно два года. и лунный цикл он трехгодичный высчитывает. А вот эту вот разницу, которая образуется в 30 суток или 31 день до выхода на солнечный год, он предлагает опять от начала отсчета вести, прибавляем мы 31 день, выходим на солнечный год и на фигуру лозия. и он предполагает, что как раз лозь был жертвой при переходе на этот год солнечный. И что он тоже говорит о том, что в счет календарю по календарю еще жрецы высчитывали день лунного затмения, как он тоже все это очень подробно описывает, ну соответственно, что им и позволяло иметь особый статус среди населения. Я обращала ваше внимание на сохранность календаря. Почему? Ну вот точка зрения Ларичева, она очень сильно завязана вот на этих рисках. То есть потеря буквально одного знака, который символизирует сутки, да, наверное, немного грушит эту теорию. Видимо, он работал все-таки с прорисовкой, но обманывать не буду, может быть, я не права. Календарь лежал и часть рисок, они в общем-то не читаемые, вот этих вот насечек на оригинале. Поэтому судить вам, в общем-то. Да, я не фольклорист, интерпретация моя самая слабая сторона, но я пока и для себя в этом смысла не вижу. Нужно понять, да, распространение, хронологию. И любая интерпретация, она, конечно, спорная, но заслуживает внимания. Но у меня все, задавайте вопросы, может быть, я что-то упустила. и для себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!